Всем привет, с вами Apple Theme. Сегодня у нас необычный фон и пока Жанна Фриске ожидает ласточку, мы с вами поговорим о том, как очищать смарт-кавер от грязи, которая налипает здесь и внутри этого же самого смарт-кавер. Видите, что смарт-кавер у меня просто упоротый, при этом так сильно. И сейчас мы с вами его будем чистить. Давайте начнем. Теперь давайте поговорим о том, чем мы будем чистить смарт-кавер. Это первое ведро с водой. Воды немного. Второе средство для мытья окон, какое у вас есть в доме такое и приходится. И мыло, тоже любое, но желательно жидкое. Также щетка переросток из Челябинска и обычные ватные тампончики, сколько угодно, они тоже нам понадобятся. Теперь уберем из кадра то, что нам не нужно. Это средство для мытья окон, щетка переросток, ватные тампончики. Оставим только мыло. Брызнем чуть-чуть мыло в водичку. Столько, думаю, хватит. Сделаем мыльную воду. На этом моменте, может, кто захотел в туалет. Ну, нормально, вода уже достаточно мыльная. Это сделано. Теперь берем смарт-кавер. Вот он, смарт-кавер. Так, нужно это теперь все не замочить вместе с iPad'ом. Отстегнем его. Паузем туда. Смарт-кавер. Вот вы видите, какой он у меня грязный. В конце будут пара фоток до и после. И вот так вот окунаем в воду. Так вот он выглядит. Весьма прискорбно. Теперь берем щетку и начинаем под водой это все делать. Вот мы будем тереть. Только тереть не сильно, потому что если будем сильно тереть, то останутся такие следы на смарт-кавере, чтобы будет некрасиво. Трем, трем. Есть еще в интернете способ, связанный с уксусом, но уксус будет потом вонять. А так будет пахнуть мылом, и все довольны. Думаю, хватит тереть. Пойди, все чисто уже. Еще чуть-чуть. Есть. Немножко окунаем. Достаем. Еще раз окунаем. Там осталось чуть-чуть грязи. Так, есть. И уложим на лист. Теперь берем ватный тампончик один, окунаем в эту же мыльную воду. Достаем, чуть отжимаем. И втираем это все в смарт-кавер. Все-таки хороший способ без уксуса, потому что, если это все сделать с уксусом, то сначала, если вы куда-то пойдете с своим iPad, сначала люди услышат запах уксуса, а потом только увидят вас. Так что с мылом как-то поприятнее будет. Так. И вычищаем нафиг всю грязь из смарт-кавера. Кстати, этот же способ можно сделать с смарт-кейсом. Так, еще раз и все. Все. Вот там чуть-чуть уже грязный тампончик. Так. Есть. Совсем забыл сказать вначале, что также нам понадобится обычная сухая тряпка. Сейчас мы вытрем внутреннюю часть смарт-кавера. Точнее, кейс, это кавер. Так. Вытерли внутреннюю. Перейдем во внешнюю. Она вообще какая-то сейчас стала упоротая. Ну, просто протрем ее чуть-чуть. Брызнем сверху. Еще протрем, чтобы она была немножко влажной. Теперь берем средство для мытья окон. И брызгаем. Так-то, сиди отсюда. И брызгаем на внешнюю часть. Ватный тампончик и начинаем обильно втирать. Вообще нужно убрать уже эти газеты отсюда, насколько они здесь нужны. И втираем средство для мытья окон в смарт-кавер, в верхнюю его часть. Буду я втирать, вернемся мы через пару секунд. И вот я нафтирал в верхнюю часть средство для мытья окон. По мне так она стала более чистой. Вот у меня ушло два тампончика. Они сейчас просто оба сильно грязные. Много оказалось грязи сверху. Внутренняя часть еще не знаю. Все, что нам осталось сейчас сделать, это положить смарт-кавер желательно на солнце, чтобы он обсох. К счастью, с солнцем сейчас проблем нет. И я его сейчас положу на солнце, чтобы он высох. Я вернул свой смарт-кавер солнечных процедур. Он полностью высох. Я могу определенно сказать, что изменения есть, при том в лучшую сторону. Он стал чуть-чуть чище. Даже не чуть-чуть, а почти такой, какой был, когда я его покупал. Теперь момент истины. Подстенется ленок. iPad есть. И заблокировал. Способ работает, и мне не пришлось бежать за новым смарт-кавером в магазин. Вот перед вами две фотографии слева до, справа после. И вы сами видите, что результат есть. На этом все. Напоминаю, что завтра обзор игр и приложений за неделю. Комментируйте это видео. Пишите, может вы знаете какие-то способы, как очищать смарт-каверы. Ставьте пальцы вверх, они помогают. И не забывайте о яблочках. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok